Танки Шоп Играй в World of Tanks на Powerwind и выигрывай деньги и призы каждый день. Играй в World of Tanks на Powerwind и выигрывай деньги и призы каждый день. Иначе человек как дам вам по башке и вот что он вытворяет. Дает им по башке в общем-то обоим. Даже по своему союзнику Е75 тоже. Идем далее. Т110Е5. Пытается тут давить. Идет в атаку. Ну и понимает он что в принципе можно попробовать приманить врагов с захвата. Может быть они выйдут из укрытий. Но что-то не так. Так захвата почему-то нету. Хотя игрок на вражеской базе в кругу и захват не происходит. И это баг друзья. Такого точно не должно быть. Может быть вы напишите что это что-то там не знаю так и должно быть. Но обязательно найдется какой-нибудь эксперт. Который скажет почему это именно так. А не по другому. Но мне кажется все-таки это какой-то жесткий баг. Артаговый Е100 встречает бешеного светляка. Который в нее вторанивается и умирает. Но если такие светляки у нас сейчас. То я боюсь арта будет процветать. Идем далее. ЛКВ-65. ПТшка шведская. Залезла на гору. И потом решает быстренько оттуда спуститься. Ну и просто тут она невероятное количество оборотов сделала. Идем далее. Объект 140 прижимается сзади к ПТшке Як-Панзер Е100. Но происходит на самом деле довольно таки популярный баг. Потому что он часто происходит. Не то что популярный. А распространенный. Я бы сказал бы. Когда стреляешь Яге в корму. А урона почему-то ей не наносится. Но это происходит когда прям вплотную стреляешь по ней. Такое иногда бывает. Так что знайте об этом. Лучше чутка назад отъехать. И стрелять уже в корму ей. Не вплотную. Идем далее друзья. Смотрите что тут происходит. Это не призрак. Это противник на ПЗшке. Переворачивает труп. Но любопытно. Не это конкретно. А то что труп. Вот так вот застревает в воздухе. И не падает. Хотя по всем законам физики. Даже игровым. Он должен рухнуть вниз. Но вот такую вот брикаду противник себе видимо смастерил. И с помощью нее прожил подольше. Так как его не могли достать. Маус идет в атаку. И замечает противника на ИС-4. Ну и кто же сильнее ИС-4 или Маус. Давайте посмотрим все таки. Кто же из двух этих танков может нанести больше урона. И наш герой на Маусе просто берет и проталкивает врага к стенке. И дамажит его. Ну ИС-4 отвлекся немного на ИС-3. Поэтому не совсем это честно все было. Но тем не менее. Посмотрите чему это все приводит. Маус всей своей массой вталкивает ИС-4. И в итоге переворачивает его эпично на борт. Вот такой вот прием от Мауса. Ну а дальше можно спокойно разбирать ИС-4. И он уже ничего толком не сделает. Можно его спокойно ликвидировать. Что Маус конечно же с удовольствием и делает. Так что если вы играете на Маусе. То можете тоже попробовать использовать данный прием. Возможно вы также перевернете врага на борт. И без проблем с ним разберетесь. Т-54 решает в начале боя прорашивать снизу по воде. Для того чтобы агрить врагов. И подсвечивать их. Но он даже не подозревал к чему это все приведет. Посмотрите что вытворяют враги. А именно сейчас они будут это делать. И первое что происходит это полет над гнездом кукушки. А МХС-10 просто разбивается. Потом еще приезжает Ягдтигр и начинает нашу 54-очку таранить. И разбирать. Но она довольно таки умная. И крутит Ягдтигра. Разбирает его в борт. И повезло. Союзники взрывают БК Ягдтигру. Далее 54-ка сбивает гуслю Скорпиону. И союзники тоже его с удовольствием забирают. А вернее наш герой его забрал. Я ошибся. Извините. Ну и в общем посмотрите сколько танков слилось на нашей 54-очке. И это еще не все. Какие-то просто нереальные олени. Выезжает еще один враг ТВП ВТУ. Наш герой его гуслит. Прячется за Ягу. Еще сюда едет ПТ-шка французская. Наш герой тоже ее гуслит. Ее эпично разворачивает в сторону. И игрок конечно тут отхватывает от ТВП. Но тем не менее в итоге его забирает. Начинает клиничеваться с ПТ-шкой АМХ. Но к счастью помогают союзники. Наносят ПТ-шке урон. И наш герой ее забирает. И все-таки смог он одержать вверх в таком вот сражении. Весьма в общем-то нечестно. Блэк Принц пытается сражаться тут с противником, который явно посильнее будет. Это у нас Тапок. Ну и как же отдалить его? При этом вся надежда на Блэк Принца. Арта вряд ли что-то там сделает. Единственное, что приходит игроку в этот момент, это повиснуть вот так вот в таком вот положении. Но Тапок оказался весьма глупым. Он упал на Блэк Принца и разбился об него. И в итоге вот таким вот довольно-таки странным, смешным образом игрок затащил в этом бою. Т-34-85 стреляет по японскому тигру. И происходит рикошет. Снаряд отлетает в танк, который стоял рядом в Т-150. Вот так вот получается красиво уничтожить неприятие дошотного. Возможно, игрок сделал это специально. Ну, играет в бильярд часто. И решил вот так вот реализовать свои умения уже в танках. Действительно, весьма эпично получилось. Вы только посмотрите. Рикошет от борта прямо в Т-150. В следующем моменте игрок на Т-49 умудрился тут повиснуть как-то в воздухе. Ну, тут какая-то невидимая стена, видимо. И он не может двинуться. Застревает тут. Так что, друзья, будьте аккуратны в этом месте. ВЗ-111 прыгает на Т-44-100. Не удается в полете выстрелом уничтожить танк вражеский, но далее вот так вот в перевороте удается его с ноги ушатать. В следующем моменте игрок на СТ-шке эпично сталкивает гриля с обрыва. И тот аж сальтуху делает заднюю и переворачивается, и сдыхает. Давайте посмотрим, как это произошло еще раз. Вот так вот зрелищно Объект 430, вариант 2, разобрался с вражеским грилем. Ну, так ему, в принципе, и надо. Т-54 облегченный, идет в атаку, нападает на Т-49. При этом весьма нетрадиционным способом, таким, я бы сказал бы, способом нетрадиционной борьбы с врагами. Но все равно эффективно было. Идем далее. Бульдог идет в атаку и умудряется он тут перевернуться. Как у него это вышло? Ну, на самом деле, весьма все просто. Он не смотрел, куда ехал, в итоге подскочил на обломках. Но как-то умудрился выжить. Но, правда, толку от этого не особо много. ИС-3 идет в атаку, таранит Эмиля один. И вот так вот его заталкивает чуть ли наверх. Было бы, конечно, прикольно, если бы он его вообще туда во двор бы толкнул. Но нет. И на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Желаю вам удачи. Пока.